итак всем мир довольно давно мы с вами не рассматривали новые ножи вот и просто-напросто пока ждал гриндер пока его налаживал пока там ленты приехали в общем много времени прошло потом какое-то время я делал два вот этих ножа которые перед вами сейчас лежат ну собственно говоря посмотрим что это за вещи такие получились очень краткая предыстория когда я сделал вилсу 125 ну то есть наш ответ вилсу довольно много пришло запросов на то что как бы если еще это стали можно ли не что-то сделать еще там вот стали то еще ты ты больше не был то что я тогда взял одну полоску и и в общем то ничто не предвещало того что она появится вновь вот но прошло время и мне предложили сырую полоску стали длиной 800 миллиметров то есть 80 сантиметров здоровая такая полоса получилась в общем ее отправили на термичку порезали на 4 части вот и человек попросил сделать написал как раз в это время попросил сделать два ножа ну по типу вилсона и по типу мини брава вот попросил чтобы они были сделаны в одинаковом оформлении то есть ну как вы видите здесь одинаковые g10 цвет ну сейчас мы поближе посмотрим и соответственно когда резались полосы они соответственно резались по размеру на такой нож и на маленький ну и плюс два остатка один остаток как бы он свободный из него будем что-то делать второй тоже пойдет на другой проект такой интересный в общем время по времени собрал вот такой вот материал то есть же 10 клипса вытер здесь клипса винты и люверсы у одного человека кайдекс у другого пину третьего потому что человек просил сделать пины вот здесь соответственно свободный подвес кожи 4 вот это вот рамка она сути от 5 то есть 6 человек принимал участие по сути говоря помимо меня в доставании так сказать материалов итак посмотрим что тут у нас получилось соответственно посмотрим первыми не брала значит нужный кайдекс красный рукоять g10 красно-черный корейский g10 соответственно клипса кобурная оксидированы чем плотно держится плотно как бы нож очень плотно в ножнах сожалению конечно конечно кайдекс он вставляет некоторые царапинки и это не очень хорошо для внешнего вида ножа но ничего не поделать зато как бы здесь таких маленьких ножнах плотно сидит соответственно если вы были ножны кожаные они были будут до сюда погружением было больше извлечения хуже но в общем плюс и минус есть у всего вот в данном случае гравировку мы сделали вот на обухе почему потому что видите что здесь кайдексы остаются следочки и соответственно что можно было когда они просто будут надоедать появится серьезная можно просто безболезненно для гравировки отполировать отшлифовать клинок поэтому на обухе гравировка значит g10 красно-черный мозаичные пины отживчика трубка мозаичная тоже здесь единственное отличие от вилсона получилось в том что вы видите здесь есть проставка соответственно такой лайнера с фиброй характеристик стандартная здесь соответственно длина 210 клинок 85 миллиметров сведение 0 3 рукоять по моему 12 значит далее такой вот получается это как типа баскова ножа вилсом здесь соответственно то же самое кайдекс красный подвес свободный такое вот решение здесь применил извиняюсь много света поэтому фокус бегает стоит свободный подвес здесь винт можно открутить снять все винты здесь тут они посажены на локтайта 222 то есть слабенький ну слабенький в смысле того что его можно открутить без нагрева вот на этих винтах он держит хорошо естественно такой вариант кайдекса то есть ножа сам нож то же самое те же самые пины и трубка видите лайнера здесь нету потому что как бы и по толщине здесь G10 десятка вот собственно говоря может какое-то отличие внести чтобы вот гаррировка то же самое на обухе здесь сведение тут тоже 0.3 здесь поменьше как бы для рыбацких работ вот он просто здесь по толще сведения чтобы большая твердость как бы острее видите потоньше да чем здесь соответственно на мини браво чтобы более была ну выше прочность вот кстати заметьте интересная вещь да G10 обрабатывалась одинаково как говорит Дима Акимов он говорит что я вытянул деревяшку по максимуму вот здесь по сути я вытягивал G10 по максимуму и вот это вот обработка видите что цвет яркость слоев она отличается видите вот даже вот здесь видно то есть G10 одинаково не знаю разные партии нет просто разная толщина здесь десятка здесь шестерка G10 видите цвет получился немножечко разный но он видно по яркости то есть как бы и в этом еще такое небольшое отличие получилось значит здесь клинок 135 вот рукодец соответственно ой сейчас померяем по-моему что-то около 125 да 125 вот сведение я уже сказал обух у всех 4,5 4,6 где-то вот так вот значит здесь везде поперечный сатин только где-то ну я разными путями шел здесь я делал сатин на одной ленте здесь на другую но в итоге как бы оба сатина доводились на алмазной пасте по грубой на скач-брате без абразивного вот значит что лицомный момент порезу заточили их как обычно на 30 градусов где-то ну то есть здесь вопросов никаких нет заточены для работы такой заточки я думаю что вполне хватит вот по стали термичка здесь наша отечественная по большому счету я особо разницы здесь не заметил но вот по резу сейчас немножко даже бумагу порезал мне кажется тут американская термичка поагрессивнее вот но это мое такое не знаю субъективное даже не то что субъективное такое предположение но мне так кажется что как бы американцы они делают сталь немножко более сухой вследствие чего агрессивность повышается может быть здесь будет побольше ударная вязкость там я не знаю на сколько но возможно будет я этого не могу сказать но вот мои такие впечатления что как бы американцы калят по другому то есть не по самой технологии это понятно что у них там инертная среда там не знаю клея просто по факту того что получается на выходе вот вот в основном по этой стали вы уже все знаете и здесь как бы много уже было все сказано вот такие вот два рабочих ножа получились ну не знаю на сколько рабочих но вот здесь мы постарались учесть пожелания человека вот и сделать вот всем спасибо за просмотр удачи всем и с Богом